Сотрудники госохраны инспекции в полевых разъездах. В этом году им нужно осмотреть 350 памятников археологии по всей Хакасии. В июле обследуют объекты в Ширинском районе. Особое место занимают древние крепости. Одна из них – Чебаки. Находится на вершине горы на берегу реки Черный Июц возле деревни Гайдаровск. Таких сооружений на вершинах горы в Хакасской Минусинской котловине известно около 50. Что характерно, местное население Хакасы данную гору называли Све-Тах. То есть, соответственно, Све – это наименование самого этого сооружения, как крепостное, а Тах – это гора. Возраст крепости – около 4 тысяч лет. Для таких сооружений выбирали невысокие вершины с хорошим обзором. Природные скалы достраивали оборонительными стенами из плетника. Наверху – цитадель с жилыми помещениями, вырубленными в скале. Ну вот это одна из таких живописных мест. Детально Чебаки исследовал археолог Андрей Готлеб. Находок много – от керамики окуневской культуры до различных орудий труда и охоты. Древние народы использовали крепость на протяжении тысячи лет. Для чего до сих пор выясняют ученые. Жить постоянно здесь невозможно, нет воды. Это была одновременная крепость и временное поселение и культовый объект. Вот отсюда хорошо видно внутреннюю стену крепости, которую сложили люди несколько тысячелетий назад. А сегодня специалисты обнаружили новую находку. Вот это вот кострище. Видно, что оно собрано недавно и использовалось. Тут же рядом лежат дрова. Что это такое? Туристический привал или обрядовый костер? Загадка. Крепость внесена в федеральный реестр объектов культурного наследия. Охраняется государством. Специалисты обследуют, ведут фотофиксацию состояния объекта. Вообще эти объекты, они очень массивные, загадочные. Полностью памятник не исследован. И такие уникальные вещи, я думаю, даже если будут они исследованы, должны оставаться для следующих поколений. То есть объект, как один из важных этапов культовой архитектуры и оборонительной архитектуры, он, думаю, ждет дальнейших еще открытий, дополнений. Разрушений этой крепости, а также других обследованных памятников археологии не зафиксировано. И это радует специалистов. Они уверены, чебаки еще могут удивить не только российскую, но и мировую науку. Ольга Барловская, Руслан Шалгынов, РТС.